так итак краткий экскурс у меня была проблема с просадкой напряжения то есть вот блок питания ну как бы это такой макет можно сказать да здесь сейчас 14 вольт 13 8 вот и проблема была в том что при нагрузке съезу даже там 50 ватт я давал просадка была порядка 2 вольт то есть 13 14 вольт до 12 падало напряжение я думал что врет мой цифровой мультиметр я подключил вот стрелочный военная такая головка вот и происходит тем более трансформатор отличный 400 ваттный значит напряжение на входе вернее на выходе изначально до было 14 вольт и когда я по этой линии видите она не такая уж большая где-то ну там не знаю около метра уже здесь в этой точке в этой точке буквально просадка уже была на при нажатии на тангенту вот нажимал и просадка была существенно около двух вольт естественно на усилители мощности на моем вот этом кл 203 естественно еще хуже были результаты вот и сегодня я нашел причину она оказалась довольно банальная эта причина это предохранители в этой цепи стояли предохранители на плюс и на минус вот как видим теперь их больше нет я запаял полностью взял залудил и запаял эти провода термоусадку поставил здесь тоже все пропаял и я даже не ожидал такого результата до просадки практически нет абсолютно то есть о тех двух вольтах которые были можно забыть я могу даже провести эксперимент допустим значит сейчас 13 и 8 при нажатии над передачу то есть 50 вольт на максимум 50 ватт мы видим 13 6 13 6 вот то есть 0 2 вольта получается где-то это отлично вот я нажимаю на передачу то есть нет тех ужасных показаний какие были и что я могу сказать если у вас стоят предохранители домашних условий до убираете их либо пропаиваете потому что в любом случае они дают просадку вот тем более будет питание здесь на микросхеме но опять же это макетная плата все ужасно выглядит она не будет так выглядеть конечно безусловно но по крайней мере надо избавляться также как и от предохранителя в здесь усилитель опять же если в домашних условиях эксплуатируете потому что если в условиях автомобиля предохранитель нужен дабы не спалить автомобиль свой не сжечь его приказы вот так что я надеюсь мой совет будет полезен для тех кто смотрит мой канал все всем спасибо и 73